Писатель Марис Дрион, он всего несколько дней не дожил до своего дня рождения. 23 апреля ему бы исполнился 91 год. Дрион был не только литератором, но и общественным деятелем. В 70-х годах он несколько лет занимал пост министра культуры Франции. Сын выходца из Оренбурга, Дрион много раз приезжал в нашу страну. В СССР его называли макулатурным писателем. Это был комплимент высшей пробы. Александр Лукьяненко продолжит. Очередь за автографом Марису Дриона. Сотни человек. Он подписывал свои книги по несколько часов. Пока последний желающий не подойдет. Потому что для писателя самая важная читательская любовь. Дрион получил ее сполна. И в России его любили ничуть не меньше, чем во Франции. Я знаю, что в России круг моих читателей огромен. С тех пор, как мои книги здесь начали читать, мальчики превратились в дедушек. Я благодарен вам за эту любовь. Без своих читателей писатель ничего не может сделать. В 70-х и 80-х Дриона в СССР называли макулатурным писателем. И это был комплимент высочайшей пробы. Чтобы получить томик его проклятых королей, нужно было сдать несколько килограммов макулатуры. А потом выстоять длинную очередь. Во время первой встречи с Марисом Дрионом Владимир Путин признался. Он и сам когда-то стоял в такой очереди с макулатурой. Но даже миллионных тиражей на всех желающих не хватало. Я люблю историю. И я писал в разных жанрах. Я писал романы. Я писал современные романы. Я писал новеллы. Я писал политические эссе. Писал о мифологии. Я писал в газеты. Мне очень нравится журналистика. Она меня развлекает. В нем смешались народы и эпохи. И, возможно, именно этим объясняется его любовь к истории. По материнской линии, потомок выходцев из Бельгии, Бразилии и Эквадора, его прадед был последним королем Патагонии. Но его особой любовью была все-таки Россия. Ведь французский классик Дрюон по отцовской линии был родом из России, из Оренбурга. Знаете, как между людьми, между людскими сердцами возникают чувства, так и между странами устанавливаются особые связи. Я думаю, что я пример этого франко-российского родства. Я счастлив этим и не представляю себя без Франции и без России. Морис Дрюон на Красной площади. Он приезжал в Москву много раз, впервые еще в 1953-м. Часами гулял по городу, встречался с читателями и бродил по музеям. А для французов Дрюон не просто писатель. Он часть истории страны, соавтор гимна французского сопротивления, член французской академии, боровшийся за чистоту языка. И, наконец, писатель, сумевший влечь историей миллионы читателей. В моей жизни было много счастливых моментов. И я осознаю, что это неплохо дожить до моих лет с трудностями, болью, лишениями. Но также и с успехом, радостью и удачей. Я ни на что не жалуюсь и ничего не жалею. Я вспоминаю слова Толстого, произнесенные им самим. Не надо роптать на судьбу. Если вы думаете, что у вас есть такое право, жалуйтесь на самого себя. Какая мудрость. Александр Лукьяненко, Первый канал.